Мы понимаем, что за последние 10 лет, мы уже существуем 12 лет, мы смогли собрать множество данных исследований, мы начинаем понимать, как изменяется архитектурная профессия. Сегодня архитекторы, выпускаемые способности из-за кризиса, который они пережили, они начинают заниматься всевозможными связанными видами деятельности, так как редактированием, дизайном и публикациями. И где-то мы заметили, что где-то 60% людей, которые выпускаются как архитекторы, не работают даже как архитекторы, а работают в смежных областях. Мы потом начали замечать, что они таким образом экспериментируют, приобретают новые навыки, возвращаются обратно в архитектуру, приносят эти новые навыки с собой. Это организационные навыки, графические навыки, экономические навыки даже. Это все меняет лицо архитектуры и роль архитектуры. И так мы очень хорошо осознаем, что архитектура приобретает новые роли, не только разработчики, для создания пространства, но также создаются взаимосвязи между людьми, пользующимися этим пространством, экономическим пространством. То есть архитектор становится таким вот посредником между потенциальными местами и их пользователями. И так у нас есть большая группа людей, серьезные, ряд проблем, например, заброшенное производство, которое используется как общественное пространство. Очень часто бывает, что не стоит строить чего-то нового, достаточно использовать повторно то, что уже имеется. И в этом процессе мы начинаем с процесса коммуникации. Мы начинаем компанию, коммуникацию, которую я донесла, понимание того, что есть такие проблемы. Дальше мы начинаем проверять, что работает, что нет, какие реакции общественности. Может быть, через вот эти ошибки, через достижения мы начинаем вовлекать людей в планирование процесса, когда ожидаются общие мечты. Это происходит в процессе наших воркшопов. Один из которых происходит сегодня, здесь отображено место проведения этих воркшопов. Мы, как и работали здесь, мы соединяем наши усилия с местными группами, с людьми, которые участвуют в воркшопах. И пытаемся обсуждать новые идеи о том, как мы можем улучшить существующие пространства, в которых мы функционируем. Например, это очень такое чернущее место, мне кажется. Например, мы на протяжении этих семинаров также ищем новые методы использования старых пространств. Так, в ходе семинара в Клюже мы смогли посмотреть на некоторые заброшенные строительные площадки и производственные мощности, которые не день чистятся в городском катастрофе и так далее. После чего мы собрали группу экспертов, пользователей, которые могут воспользоваться этим сайтом и осознали, что множество есть потенциала, но нету коммуникации потенциала для общественности. Мы начали, таким образом, запустили коммуникационную кампанию, написали мэру 29 раз, мэру Клюже, рассказали об возможном потенциале, который хранят вот эти объекты. Еще один форкшоп был в Манхайме, в Германии, что там происходило, мы начались фазы тестирования, что там в свое время были расположены множественные американские военные базы. Город 300 тысяч населения, имел 50 гектаров пустующих земель. Мы попытались помочь городу спланировать свои действия на будущее, потому что все эти пустующие пространства, начиная с следующего года, когда военные будут покидать эти места, начнут быть доступными для использования города. Это также можно заметить, что очень большое количество мигрантов проживают здесь, в этом городе, Манхайм. Итальянцы живут, турки, некоторые из них вообще плохо говорят по-немецки. Итак, мы хотели изобрести некий инструмент, которым было очень легко пользоваться. Мы нашли такое место, которое очень символично, которое люди начали развивать, разрабатывать. И здесь мы видим люди, собравшиеся, которые разрабатывают свои идеи. И мы прописываем идеи, мы прописываем политики, управления для того, чтобы разработать долгосрочный процесс преображения. Здесь, это коробка из-под пиццы, на самом деле. Но это такое пособие для участия. Там ключевые слова находятся, там находятся наклейки, присоединенные помочь людям, которые не связаны никак с архитектурой, как-то функционально осознать, где могут быть использованы те или иные здания, и к чему они могут послужить общественности, чтобы произвести что-то очень конкретное понимание будущего человека. Мы дали люди, собирающие его дороги, а многие люди были ломаны. А это было довольно-надо. Мои механизмы были очень интересны, поэтому на самом деле, что я, именно я, хотел бы, объяснить, что их желания в этой части было. Потому что это не все, что важно, чтобы подразделить язык на языке. И то, что интересно, здесь мы месяцем, также идем с нас, байцемейерами, и мы успехи в эту город. И это было очень интересно, потому что он очень интересно, потому что он был cumplителем, но всё это не möglich. Весь процесс начался с поиска пустующих зданий в Большом городе, и задачей этого проекта была воспользоваться всеми пустующими зданиями, магазинами и превратить их из пустующих проблем в ресурс. Мы использовали метод временного использования, который способен был вдохнуть новую жизнь в эти пустующие здания. Мы экспериментировали, как можно использовать в новых условиях, временных условиях эти здания. Мы объединились с большим количеством международных участников и создали такого рода бюро агентство, которое... ...пределить все эти предприятия, идентифицировать, что может быть в них, также идентифицировать группы, которые исключают в этом направлении, и в этом процессе связывают в этом направлении. В этом процессе связаны с континентом, called Cентinal-Owner, с тем, как Личardом, на футболуру. Мы изображаем всю KNoW сתенцируем всю зданиями, и уже обрабатываем Большого цвета, и вот мы ещё в этом направлении, что стремится в следующее строительство. Мы создали все благосоверенности, которые использовались с помощью пустующих зданий, и в них усталость в облибку. Работы и использовались с ключевыми зимуществами в этой помещении. а Продолжение следует... 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 в инкубатор обучения дизайн, где мы можем сохранить здание в его собственных расходах и дать ему пользу. Мы запустили похожие программы в странах Центральной Восточной Европы, например. Мы сделали такое картирование в Кишиневе, а также в других центральных европейских городах. Идея такой карты, идея такой сети это рассказать, познакомиться с зданиями, а также подумать, как повторно можно их использовать и привлечь к этому процессу местной жизни. Из этой истории мы видим, что много людей, которые имеют много творческих вещей, которые мы можем делать. Мы видим, что в этой истории много людей, которые мы видим, что в Кишиневе есть много людей, которые мы видим. В этом случае мы видим, что очень большие общественные общественные действия, которые мы видим. Продолжение следует... 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 Многие из этих экспериментов очень тяжелые, потому что для каждого 10 евро, что вы потратите на материалы, нужно ждать 2 месяца. Я думаю, что для того, чтобы увеличить бюрократия, а также для общения между бюрократами и различными актерами, нужно предложить новые фреймворки. Вы предложили, что в определенных случаях они должны применять различные условия, различные регуляции, различные условия. Я просто хочу добавить одну маленькую вещь. Мы используем то, что, когда мы хотим сделать что-то, мы должны ответить на общественную администрацию. И я не говорю, что мы не говорим о общественной администрации, мы говорим о хорошем общественной администрации. Но иногда, если общественная администрация слишком слабая, это также может быть способом говорить к другим людям и пытаться начать это. И тогда, что общественная администрация может понять. И я думаю, что этот случай интересен. Если я правильно понял, то, что в Констеллении, здесь работает более-менее, что это земля, но есть очень долго листь. И это дает правильный. Это правильный. Дело в том, что мы можем помочь. Это правильный. Это правильный. Все правильный. Это может быть, что здесь, в Украине, вы можете найти привычки привычки быстрее, более flexibles и более интрофицированных, чтобы понять, что есть потенциал. Так что вы, кто знает лучше, что находится в локальном контексте, и какой быстрее и уменьшительный способ, чтобы окружать проблемы. Но, смотря на то, что здесь, я думаю, что вы имеете абсолютно хорошие шансы, чтобы получить много вещей в будущем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сама задаю вопрос. А, пожалуйста, в каком порядке? Вы сначала делаете проект идеей, а потом предлагаете ее для системы? Вы сначала идете к городу, которая позволяет вам это делать, а потом предлагаете какие-то идеи, как вы сможете делать. Который, как вы можете сделать это, мы хотим делать это, вы знаете, что вы хотите работать, вы можете делать это, по-другому. И я думаю, что вы должны поменять двух администрациях, двух private owners. И я думаю, что, даже если, скажем, что здесь, если влияние от общественных администраций, то это интересно увидеть, как общественные и общественные администрации могут совпадать в различных условиях. Я думаю, что это очень интересный процесс, и мы можем получить более интересный процесс, и мы можем получить более интересный процесс. Это вопрос, в котором вы можете добиться больше ваших результатов. Я хотел бы добавить, может, практически такое пожелание, и мы можем получить более интересный процесс. Но это не так, что мы можем получить более интересный процесс. И это означает, что вы также нужны бизнес-моделы, вы нужны структуры, которые могут быть разными. Это не одна большая крупная компания, но может быть, у вас есть много разных ассоциаций, или маленькие офисы, которые вместе с ним имеют... ...состоятельный комитет, или что-то такое, для решения. И это всегда есть что-то с тем, что 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 с тем, что... ...архитекторы, которые не знают о экономике, давайте быть honest. Поэтому вопрос здесь, как очень приятные коллеги, может быть, из экономической факультуры, или социальной, или социальной, или социальной, или с культурной, или что-то, которые могут знать больше о это. И это очень хорошо, и это очень важно для вас говорить с этим. Мы встретили некоторые из них в этом workshopе, и они являются делать прекрасные вещи. И, простите, я не помню, я не знаю, что это был директор, который соотношел с нами, но вы можете найти их в сайте, в веб-сайте, в связи с тем, если вы хотите идеи, и я уверяю, что в этом случае все-таки есть. Но мы также рекомендаем, что visit с этим институтом, нужно кого-то, кто может быть, кто-то, 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 кто-то не может, и кто-то, 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 кто-то... Another thing we became aware of within Wonderland platform is that many young offices no longer wait for commissions. They don't function in a way that, okay, I'm maybe going for competitions and I wait for direct commissions, but they create their own commissions. So this is what they call the unsolicited architecture. They do create, they realize, they identify a need, they propose a solution and they go for funding. So they create their own commission. They are the entrepreneurs themselves. I think also it's an interesting occasion, opportunity to consider also in Kyiv, given that there's so many interests here because there's so many energy here and there's so many uncertainties concerning city administration and politics. So I think it might be that it's something to take your initiatives in hand and be proactive, you know, when you're dealing with politics and when you're dealing with administrations. Вы ведете разговоры с политиками и администрацией. Меня зовут Ирина и у меня следующий вопрос. Какие бывают Ваши планы на будущее? На данный момент я так вижу у Вас несколько точек на карте, где Вы видите пустующее здание. Как Вы ведете этот процесс? Как Вы ведете этот процесс? Как Вы ведете поиск пустующих помещений в том, что Вам, например, абсолютно в родительной стране? Как Вы collaborators, чем в Арумской обьянную степень? Какой территория? Вcream, это пос UserEner, которые занимаются с Uhlacen,ến игроки. Каковой обьянщенном отделе... Продолжение следует... ...нового строительства. Также мы еще думаем о том, как определить, что нужно. Что нужно в конкретном здании для соседей этого здания. Потому что содержание здания в действительности требует больших средств. Отопить, представим себе, это здание зимой, это будет большая задача. Я думаю, что наша роль в том, чтобы свести воедино потребности и ресурсы, которые не были правильным образом распознаны. Это отвечает на ваш вопрос? Много вопросов? Много вопросов? Ответ следующий. Нет, реализованных проектов у нас нет. Что у нас есть? Я думаю, что это связано с предыдущим вопросом тоже. Каким-то образом нам приходится исполнять две роли. С одной стороны, мы в Вандерленд, это европейская сеть. С одной стороны, наша роль это помочь вам дома осуществить то, что вы хотите. Мы не сделаем это за вас, вы это сделаете. Когда вы будете, например, этим заниматься, возможно, у вас будут проблемы, вы не знаете, как их решить. Мы иногда помогаем, если бы человек со стороны смог бы взглянуть на вашу проблему. Иногда эти люди приезжают со своими идеями и очень полезными. Поэтому мы не несем ответственности за то, что произойдет в Киеве. Однако, что мы можем сделать? Мы можем предложить воркшоп на одну неделю в Киеве и посмотреть, как все может развиваться. Мы также живем в городах, с другой стороны. И именно по этой причине мы пытаемся работать в городах, для того, чтобы на уместном уровне что-то развивать. Например, в Риме мы начали сотрудничество по этой программе с Горсоветом в прошлом январе. На данный момент мы разрабатываем карту, потому что на данный момент до сих пор городские власти не знают, какие пространства пустуют в их городе. Я думаю, что мы не будем знать до конца этого года полную картину. Мы начали работу в Бутапеште в 2006-м. Мы работали с данными, которые собрали до 2008-го. Например, у нас было здание пустующее, мы использовали его для музея. Это все для нас большой опыт. Это как в действительности работать с людьми, которые пользуются этим пространством, как с людьми, которые владеют этими зданиями. У нас еще одно здание есть, большое шестиэтажное здание в Бутапеште. Они хотели разрушить это здание, офисное здание, и построили там офисное здание. И поэтому 8 месяцев до того, как разрушили это здание, мы его использовали. Контракт закончился, здание так и не разрушили, поскольку не было средств на постройку офисного центра, который предназначался там. Еще один момент. Что мы делаем сейчас в Бутапеште? Мы помогаем организациям найти новые места. Например, не так-то много там есть свободных мест, пустующих пространств и так далее, но для них это было очень важно, найти эти места. Есть исключительные случаи, когда мы занимаем роль стороны, которая ведет до переговора. Мы все пытаемся наладить таким образом, чтобы сам процесс был очень прозрачным, чтобы сам механизм был отработан, чтобы не зависело от ваших личных взаимоотношений с владельцем здания. Мы же ведем свою работу для того, чтобы отладить прозрачности этого процесса. В Риме, я бы сказал, что вопрос не в том, чтобы создать такую возможность, а также легализировать для такого рода деятельность, например. Снаги, пустующие, используются очень часто, но как сделать так, чтобы городское правительство больше выигрывало от этого? Чтобы это не было просто единая группа, которая делает для собственной выгоды, а чтобы она делает для выгоды общественности, чтобы от этого выигрывало весь город. То есть, сюда все упирается также в вопрос законного дательства. В Киеве, например, происходит какие-то некоторые процессы вещи, которые люди осуждают, например, с Киевской. В Киевской занимают общественные места, но, с другой стороны, они для многих людей порождают большую мужскую выгоду и потенциал. В противном случае, нам необходимо было бы создавать рабочие места для десятков тысяч людей. Поэтому приходится думать, как вместе организовать эти процессы и направить их в закон на русло, так, чтобы это было выгодно было и людям, которые задействованы в этом процессе, и общественности, которая бы выиграла от их организаций. Надеемся, что мы в следующем году в Риму и сможем показать вам хорошие примеры, по крайней мере. Еще пока. More questions, please. И мы щиро дякую вам за... Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.